МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытались разобраться в психологии игрока, прошли такие темы, как розыгрыш на флопе Терни и Ривере, изучили фундаментальную теорему покера. Но сегодня у нас исключительно интересная и важная тема – это язык телодвижений в покере. Вот то, как мы можем распознать чувства наших оппонентов. А теперь я хочу пригласить за стол своих студентов. Здравствуйте. Сегодня тема нашего занятия – язык телодвижений в покере. Это некоторая способность к чтению оппонентов у нас уже выработалась. Поэтому, как люди делают свои ставки, мы кладем им определенные руки. Особенно, если у нас есть возможность проследить их действия на нескольких улицах или на нескольких этапах торговли. То есть рейс до флопа, континьюс бет, то есть ставка продолжений на флопе. И какой-нибудь чек на терни – вот эта последовательность нам уже о чем-то говорит. Но, кроме того, есть так называемый невербальный язык, язык жестов, который может добавить нам информации о том, какие эмоции испытывает наш партнер в этот момент. Ну, я не знаю, можно вспомнить такие случаи блефа в кинематографе. Если вы помните такой фильм «Туз» с Челентана, где он играет игрока в покер в самом начале, играет с Марсельцем. Там у него спрашивают люди, которые хотят сделать побочную ставку, типа, мол, обыграешь ты Марсельца? Я поставил на тебя последние деньги. Он говорит, обыграю наверняка. А как ты знаешь? Он говорит, он когда блефует, у него всегда шевелятся уши. И действительно, то есть, когда они начали играть, у этого Марсельца буквально уши хлопают по щекам. То есть, Челентана достаточно было помешать ложечку в стакане сахар в чаю, как Марсельец, весь затрепетал буквально. То есть, уши как пропеллеры. То есть, и на самом деле, может быть, за профессиональным столом это и не понадобится. Но очень часто есть такие вещи, которые могут вам помочь. И на школе покера я обычно показываю фильм «Майка-корой. Язык телодвижения». Сейчас есть еще и книга, переведенная на русский язык. И мы попытаемся, просто сообщая заранее, что я многое оттуда буду цитировать. Ну, например, мы можем видеть два типа игроков. Один игрок держит свои фишки примерно вот в таком виде. То есть, иногда они даже ровняют их, чтобы было так все красиво, беленькие к беленьким. То есть, чтобы все это было ровными и аккуратными столбиками. Вот. И вот такой человек. А, допустим, противоположность. Сидит человек, у него киски навалены там каким-то вот таким вот образом. Сидит человек и там вот так вот делает ставки. То есть, ну, вроде ничего особенного, но что нам может это сказать о человеке? Просто как о типе личности. Это, скорее всего, будет консервативный, аккуратный, уравновешенный игрок. То есть, он трезвый, от него можно ждать осмысленных действий. А игрок, который держит свои фишки вот в таком беспорядке, он, как правило, ведет такую игру лузовую, разнозданную. Вот. И от него можно ожидать. То есть, у него скорее будет блеф или какие-нибудь, ну, немотивированные действия, чем вот, например, от такого игрока. То есть, порядок на столе соответствует порядку в душе и в голове. То есть, это признак вот такого консерватизма, аккуратности. Потом, например, человек меняет за столом деньги. Ну, то есть, консервативный, аккуратный человек, он достанет откуда-нибудь, ну, скорее всего, из портмоне или из потайного кармана деньги, которые он хочет менять. Он их посчитает аккуратненько и, там, скажет мне, пожалуйста, фишечки. То есть, ну, нормальные люди своими деньгами не машут. А когда игрок начинает, там, дайте мне денег, то есть, и пытается, вот, ну, как бы, немножко на показуху действовать, то есть, можно ожидать, что он и в игре будет вести себя, ну, примерно так же. Часто изображать, ну, больше, чем у него есть на самом деле. Вот. Потому что, ну, человек, который в игре меняет деньги, он уже, очевидно, проиграл. Вот. Вот. Ему хочется, ну, как-то засветить, пустить пыль в глаза. То есть, показать, что у него еще есть, что проиграть. Да. Вот. Это тоже показательно для стиля игры. Потом, если, например, такой момент в игре. Человек только что выиграл большой банк. Ну, и большой банк ему не могут, ему подвинули вот большую грудь фишек. И он начинает ее разбирать и ставить, ну, кильки к килькам, шпроты к шпротам, то есть, черненький к черненьким, зелененький. В этот момент Диль уже раздал ему две карты. И он их, ну, от него ждут какого-то слова, он их посмотрел. И, как правило, он будет продолжать вот этим своим занятием занять. Но вдруг он, там, не знаю, я кол и начал продолжать собирать. Я уже этот момент несколько раз проделывал против оппонентов. Когда я выиграл большой банк, я специально делал вид, что я складываю фишки, и тут мне заходит карта. Я уже обязан просто играть. Это действительно очень хороший ход. Также можно обманывать оппонентов им. Когда у нас нет карты, просто имитируешь что-то сильное, очень зашло. Да, ну, то есть, дело в том, что у любых жестов и тех сообщений, которые вы невольно посылаете своим оппонентам, понятно, что вы можете посылать обманные сообщения и так далее. Но прямое следствие вот того, что мы видели, это что человеку пришла такая карта, что он, ну, ее не может выбросить. То есть, ему надо сначала закончить это дело и после этого включиться в игру. Но карта пришла такая, которую выкинуть невозможно. Поэтому он ко, и как бы он продолжает раскладывать. Это, в первую очередь, свидетельство силы. Если, например, вы знаете про ваших оппонентов, что они пытаются ловить ваши телы, вот эти сигналы, которые вы посылаете, вы можете послать им, конечно, и обманный тел, как Макс сказал. То есть, вам пришла никакая карта, но вы вдруг сделали рейс и продолжаете считать. Вы сильно напугаете этим. Хотя кто-то может подумать, ну, столько денег набрал, что ему уже не жалко по 300 выбрасывать. То есть, вот. Но, тем не менее, это сигнал, и нужно к нему правильно относиться, к этому сигналу. Теперь, например, вы просто пришли за стол и выбираете позицию. Мы это разбирали на одном из уроков, когда говорили о позиции. Но, на самом деле, это имеет отношение к языку телодвижения. Вот, Виталия, не было. Давайте я специально для вас это расскажу. Вот вы пришли за стол, ничего не знаете. Есть несколько свободных мест. Как вы выбираете позицию за столом? Заранее сообщаю, что лучшая позиция за столом – это после денег. То есть, вот где вы видите самый большой стэк, лучше всего сесть после него. То есть, сама причина, по которой у человека образовался большой стэк, они же изначально меняли примерно поровну. Говорит либо о том, что он играет лузово, часто участвует и выиграл много денег, и тогда ваша позиция лучше после лузового агрессивного игрока, потому что вы знаете, как против него играть. Есть специальная тактика игры против маньяка. Вы занимаете позицию за ним, и когда он делает трейс, вы просто его переставляете, изолируете, и в среднем вы всегда будете разыгрывать против него лучшую карту, потому что он ходит на всем, чем попало, а вы играете на хорошее. Если вдруг этот игрок не лузовый, агрессивный, не маньяк, а просто хороший игрок, и набил этот стэк в силу своей компетенции, то тоже для вас самое лучшее место после него, потому что вы, как правило, уже знаете, то ли он выбросил, то ли он в игре. Если он пошел, вам, наверное, не следует ходить на случайной карте. То есть, вот таким образом вы выбираете позицию в зависимости от того, где сколько денег. То есть, дальше. В какой момент мы смотрим свои карты? Ну, как правило, человек получил карты, начинает смотреть, сколько в банке, чье слово все время спрашивает. Профессионал так не делает. Профессионал в свои карты вообще не смотрит, пока до него не дошла очередь, и он всегда знает, чье слово, потому что он внимательно следит, и он ловит эти тэлсы, которые ему посылают целыми пачками его оппоненты. На самом деле их, ну, как бы очень много. Ну, основные тэлсы. То есть, если человек посмотрел первую карту, ему не понравилось, он сразу смотрит и, как правило, выбрасывает. А если ему очень понравилась первая, ну, или туз, или король, какая-нибудь карта, то он начинает вторую аккуратненько и долго тянуть. Вот. Скажем, если вы играете в какой-нибудь, там, ну, не знаю, вдруг придется играть в пятикарточный покер закрытый, можете увидеть два характерных тэлсы. Если вот человек поменял какие-то карты, например, и покупает три там, ему дают три, он их берет и смотрит, что там пришло. А если, например, человек покупает одну карту, допустим, у него было две пары, ему дают карту какую-то, он ее просто смотрит, пришла, не пришла. Ну, он знает, какие у него. А если человек, поменяв одну карту, вдруг начинает ее затасовывать и тянуть, то это скорее говорит о том, что он тянет или стрит, или флеш. Потому что она будет ему там, ну, как бы, похожей какой-то такой. Он смотрит, там, не подойдет ли там какая-то. Ну, то есть, это тоже такой характерный признак, прикупает ли человек там к доперу или к фулл-хаусу. Вот. Причем, если вы тоже обратите внимание, человек покупает, например, там, не знаю, двойки, тройки там какой-нибудь, он посмотрел и быстро бросил. Это, как правило, ему все понравилось. То есть, он ищет, была ли там тройка, или король, есть. То есть, ему не надо долго. А когда человек купил не к себе, он начинает их изучать, потому что, может быть, может, куда-нибудь удастся это дело пристроить. Вдруг там, вот, то есть, плохую карту он смотрит чуть дольше. То есть, и точно так же, например, если человек, как он смотрит на флоп. То есть, если он быстро взглянул и все отвернулся, демонстрируя безразличие, вот, это значит, что все хорошо. Вот. А если он начинает там изучать, то, как правило, он смотрит, есть ли у него там, стрит дыр, две оверкарты, сколько это шансов, а нет ли там совпадений, а нет ли еще какой-нибудь трифлеш. То есть, вот это он изучает долго, а то, что ему пришло, он изучает быстро. На флопе, например, пришел какой-нибудь такой вот незатейливый флопец. Вот. И человек, там, скажем, пришел флоп, его ход, он, что это, о чем это вам говорит? Смотрит карты свои, повторно. Он же уже не смотрел их, он ходил. проверяет. У него, у него нет двух пик, у него какая-то карта, или туз-король, или пара, там, ну, не знаю, десяток, но он смотрит, есть ли среди них пиковая. Посмотрел, есть пиковая. То есть, точно не две. Да. Потому что, если ты зашел в надежде на пиковый флеш, там, на какие-нибудь семь-девять пик, и увидел такой флоп, все, не надо смотреть пик у тебя или червы, ты, как правило, помнишь. Вот. То есть, если человек смотрит, это значит, он проверяет, просто есть хотя бы одна этой масти или нет. Ну, больше, ну, профессионалов, особенно, ну, более-менее продвинутых игроков оффлайне, они вообще карты не пересматривают. Просто они едино, что их посмотрели, им достаточно. А тем более, в онлайне они у них просто висят открытые. В оффлайне. И я понял. Ну, не знаю, в оффлайне взялся, скотчем заклеил. Кстати, мы никогда этого не говорили, но раз уже пошел такой разговор, помните, кто-то, это очень сильно обсуждалось на разных форумах, девочка показывала, как в покере разыгрывать позицию. Она скотчем заклеила место на экране, где ее карты, и она всегда разыгрывала только позицию. То есть, она не знала, какие у нее карты. Она играла по позиции. И чуть ли не первое или второе место заняла в турнире. То есть, она всегда разыгрывала позицию. Макс может объяснить лучше. Она просто играла без карты, переставляла, входила в позиции, флоп смотрела карты. Когда видела, что никого нет карт, просто без карты переставляла, и все. И не важно, какая у него карта. Просто без карты находилась ситуация, в которой можно забрать банк. То есть, она играла в зависимости от того, как играет оппонент. Да, она только играла по картам понятных. Если она понимала, что у них ничего нет, тогда она играла. Да, или она имитировала что-то. Вообще по теории покер это как бы игра не карточная, это игра ставок, а карты просто сообщают позицию для этих ставок. Филайви говорил, что покер такая интересная игра, в которой карты имеют самое последнее место. В первую очередь это карты оппонента, это позиции, стейки, ставки, что вскрыли, но и другие факторы. Если у тебя хорошие карты, то будешь играть в зависимости, так уж сильно будешь ориентироваться на... У тебя хорошие карты, а ты увидел, что пришло что-нибудь очень пугающее на столе. Пугающее это да, а если наоборот. Там у тебя какие-то карты, не пришло для тебя, так что скорее всего бывает такая ситуация, что ты боишься чего-то на столе. Нация редко приходит. Ладно, продолжим. Понятно, что все эти темы, они как бы совершенно неоднозначны. Но я думаю, что в том, что сказал Филайви, есть очень много такой сермяжной правды, что свои карты это ну как бы третий по значимости фактор. То есть первая позиция, имидж, карты оппонентов, их поведение. Ну просто представьте, если вы играете на столе, где все очень играют тайтово, и редко, когда вообще доходит до вскрытия, человек, который пришел агрессивно играть, скорее всего, первый час его никто не будет открывать. Поэтому ты можешь не смотреть свои карты. Но если они не платят рейзы, даже маленькие, ты начнешь ставить большие, то первое время, пока им не надоест, в какой-то момент кто-то психонет, скажет, что это он тут нас грабит и грабит, убирает блайнды. Вот, но ты должен будешь что-то ломать там определенные стереотипы, и тогда ты уже начнешь играть на другом столе. То есть стол поменяется. А до этого не будут иметь значения твои собственные карты. Хорошо. Значит, есть еще такой момент. Флоп и направление взгляда. Вот, открыли флоп. Вам не важно, флоп не уберут. Вы этот флоп посмотрите тогда, когда вы поймаете первую реакцию ваших оппонентов. Смотрите на оппонентов. Вот человек посмотрел на флоп и продолжает, значит, изучать. Вот он его долго изучает, что он там хочет найти, непонятно. Вот. Но вы можете уже быть уверены, что он практически ничего там интересного для себя не нашел. Человек, который увидел две пары или сет, его первая реакция как бы, ему вообще безразлична. Что там открылась. То есть, ну, совершенно безразлично. Вот это надо опасаться. Вот кому ответить? Один человек смотрел, смотрел и пошел, а другой человек там чек. Вот, опасайтесь чек-рейза в этом случае. Значит, всякий раз, когда он смотрит снова свои карты, проверяет, просто задайте себе вопрос, зачем он это делает? Он что, трудно запомнить две карты? Ну, скорее всего, что-то он ищет. Есть ли у него там флешевая карта, как запасная? То есть, ну, часто это бывает неспроста. Теперь, а если он вдруг, допустим, вы там еще что-то, в вашу очередь сходить, но человек смотрит на свои фишки. Ну, не каждый игрок всегда знает, сколько точно у него фишек. он оценивает, он прикидывает стратегию своих действий на других улицах, он уже думает, сколько он поставит, если там оппонент будет ставить, сколько он будет переставлять, и как он распределит оставшиеся деньги между там Терном и Ривером. То есть, взгляд на фишки, как правило, означает готовность к борьбе. А видимая готовность вступить в игру, то есть, он раз, приготовился, как бы, сейчас будет бросать. То есть, как правило, означает обратное. Как правило, это будет пас. То есть, он прикосновением к фишкам как бы удерживает вас от ставки. Он прям агрессивно будет подтянулся, то он хочет просто бесплатную карту. Вы скажете, чек, ну, мол, человек приготовил большой столбик-то. Ну, ладно, я чек, живи пока. Жду самую следующую карту. Дальше. Ну, отвлеченный вид мы уже говорили, а, например, там, ну, дошли уже до какого-то Ривера, и на Ривере я сделал там большую ставку. Вот. И жду ваших действий. А вы обдумываете свои действия и даже, может быть, там что-нибудь такое взяли за фишки, как бы, смотрите, если вы заколируете, проиграете, сколько у вас останется. и он в этот момент, мол, это, ну, готовится открывать, как бы, уже вот, вот они. Я покажу, мол. То есть, он не хочет, он не хочет кого. Это либо блеф, либо там, ну, какая-то слабость. Он тебе, как бы, показывает, ну, зачем ты платишь, я тебе и так покажу, если ты захочешь. Если тебе так интересно, вот, нет секрета. То есть, вот он приготовился открывать, как бы, то есть, обманчивая, я не боюсь. На самом деле, боюсь. Можно себя повести и не с этим провоцировать. что, как только мы эти все приемы изучим, Телса, понятно, что всегда существует возможность послать обманный сигнал. Но опытные игроки и вообще опытные психологи, а игроки очень часто хорошие психологи, они ловят сразу десяток Теллов. То есть, ну, не знаю, пяток, семь, восемь. И часто они вдруг видят противоречивые Теллы. Но, например, Теллы же не только в тех движениях, мы сколько мы успеем разобрать за один урок. Их, на самом деле, гораздо больше. А кроме есть такие, которые еще и не очень покажешь. Это, например, там, частота дыхания. То есть, ну, люди, когда волнуются, у них сбивается ритм дыхания. Они начинают или сопеть, или там, ну, какое-то придыхание появляется. Вот. Или он перестает дышать ртом, боится как-то выдать. Оно самому тяжелее, поэтому, ну, как бы, это даже видно. Смотрите, А если вот эти эффекты начинают включаться при противоречивой ситуации, либо сильная карта, либо блеф? Я как раз об этом и хотел сказать. Во-первых, вы замечаете, какие эффекты в какой момент включаются, а во-вторых, я хотел сказать, что если вы получаете противоречивое тело, одни тело говорят, что он боится, а другие тело говорят, что он не боится. Тогда вы можете увидеть, что если вы, ну, уже так набили себе руку, что там, ловите 5-6 различных сигналов, а седьмой вдруг противоречивый. Вот 5-6 говорят об одном, о том, что он не хочет кола, а седьмой вдруг вот явно показывает, что он хочет кола. Видимо, один скорее обманный, чем 6. Потому что человек не может контролировать себя настолько, ну, скажем, не знаю, люди потому что придумали детектора лжи когда-то, да? Ну, иди обмани детектор лжи. Вроде бы. Много техник учат этому специально. Этому учат специально, да, но на самом деле это сложно и не всегда возможно. На самом деле при подготовке это очень просто, потому что меняется просто собственно реакция на правдивый ответ и на ложный ответ, и потом просто полиграф сбивается. должны менять свою реакцию пульсом, дыханием, потливостью. То есть из человека, который начинает потеть. Я думаю, что там после той же школы нужно еще ходить там каждый день, еще тренироваться, еще месяца два-три, как минимум. Я думаю, реакция совпадает по ставкам. Если мы видим, что по ставкам скорее всего облеф, нам достаточно увидеть одну какую-то реакцию, какое-то действие, это уже нам покажет его облеф. То есть ставки еще помогают, к тому же, как он играл ранее, репутация, понять, какая у него карта. В оффлайне это понятно, это визуально, а в онлайне время принятия решения соперником принято. Это, пожалуй, просто один из немногих доступных телов в онлайне. Это время принятия решения. А вы знаете, я думаю, что на него не стоит смотреть, потому что не каждый, допустим, сидит и играет по мега-супер-оптовому окну. У некоторых доходит ответ оппонентов с задержкой. Те, с кем мы играем, все сидят на хорошем интернете в основном. В Европе, в Америке плохого интернета нет. И потом, понимаете, я сталкивался с ситуацией, Вы сталкивались, что сидит человек, и у него все время вот это долго, тягомотно. Ну и бывает такой человек, вот он специально делает паузу. Надо учитывать то, что, например, когда играешь в онлайне, там, ладно, мы играем с американцами, им-то зашибись, они сели днем на бодрячке и играют, а у нас время там 2-3 часа ночи, конечно, ты уже там сидишь. Нет, ну понятно, есть много факторов, можно посмотреть, сидит игрок против, играет в турнире, ты посмотрел по залу, а он еще играет на 8 столах. Да. Понятно, что он может задержать здесь решение, у него там важная ситуация. Мы лучше со временем ход это обманный, специально делать, что мы думаем, дать время ему какое-то там 10 секунд, 15 секунд, если мы быстро делаем ход, это, скорее всего, покажет силу, поэтому лучше, считай, быстро играть без карты, если какие-то раздумия, он подумает, что мы хотим что-то просчитать, как-то его обмануть без карты, поэтому с карты, я думаю, лучше всего как-то обдумать время немного, а без карты ставить быстрее. Вот по моему опыту, блеф в онлайне лучше делать мгновенно, то есть это очень эффективно, тогда сбрасывают чаще. Да. По-среднему. Вы должны быть готовы к этому. Ну, я думаю, что мы вернемся после нашего перерыва и распутаем этот клубок сколько возможно дальше. Музыка. 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 Египет. Шарм-эль-Шейф. С 13 по 20 сентября Red Sea Cup 2009 Покер Клаб Менеджмент и телеканал Про Покер представляют выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009 Условия участия на сайте tv-pro-poker.com Вернемся к покеру, я предлагаю. Взгляд на фишки означает приготовление к ставке. Видимая готовность вступить в игру при косновении к фишкам означает наоборот отвлеченный взгляд и отвлеченный вид обманчив это хорошая рука готов открыть карты боится кола попытки устрашения взглядом это вместо блефа это бесплатный блеф ну уходи твое слово то есть это ничего нет или может быть есть что-то но человек все-таки думает а вдруг у него старше то есть устрашает взглядом не должны его особо бояться он точно вас не переставит в офлайне замечал в одном из покерных клубов в Москве люди очень начинают нервничать после того как они уже увидели свои карты после того как сделали ставки это совершенно точно блеф то есть когда вот какое-то нетерпение ответит не ответит это достаточно хорошо проявляется сейчас мы к этому придем это у коровы очень хорошо сделано редко теперь знаешь когда в азарте это тяжело особенно если один и тот же игрок например он может тебя приучить вот к этой своей манере да и там в решающий момент ты тоже опять подумаешь что опять же у него ничего нет я пойду в ЛЛН например проще сыграть проще сыграть спокойствие чем нервозность вообще тяжело нервозность сыграть ну Оскара за это дают а так вообще спокойствие сыграть проще продолжим а то мы можем и так кончиться в разговор этих раз я понимаю что тема настолько широка обширна и бесконечна что мы можем проговорить не один час у нас осталось минут 20 мы может быть не успеем сегодня сыграть зато много рассмотрим если у коры гениальная вещь он ее исполняет как актер сам в фильме опасайтесь горестных вздохов как только вы увидели жесты сожаления или всячески ну что ну ладно кол вот это уже беда то есть это может быть что-то страшное особенно когда это рейс знаете там вынуждены переставлять это все беда это у него все хорошо значит есть еще одна важная вещь это направление ставки в онлайне это невозможно а в офлайне вы спусты рядом это увидите вот стоит какой-то банк не знаю дилер его подровнял и я делаю ставку ну как я делаю ставку я делаю ставку в направлении банка вот и это означает просто ставку а допустим вот мы играем с Максом астолизуем я делал вот такую ставку в направлении вот это попытка устрашения во-первых я тебе показывал смотри как много я ставлю вот то есть можно еще увидеть дополнительный тел то есть человек еще и палец вот так вот держит то есть вот этот указательный палец это дополнение вот к этому телу это сразу типа вот я тебя стреляю как раз тебя пытаешь напугать вот значит вероятно это облев долгая пауза отсрочка решения вот человек вот ему бы надо было что-то сделать вы он чеканул вы поставили он думал-думал думал-думал и вдруг рейс вот тем дольше он эту паузу затянул тем ближе его рука к нас то есть он-то думает сейчас сколько поставить чтобы вас не испугнуть ему сейчас ли поставить или может быть отложить до ривера то есть чем дольше пауза тем больше вероятность что у него есть какая-то хорошая карта есть еще один такой момент это его вербальный то есть голосом вопрос сколько он поставил сколько мне нужно доставить вот человек там взял ставку а там рейс триста четыреста пятьдесят например я прекрасно вижу ставку сколько там стоит сколько мне нужно доставить это ты пытаешься заполнить ту же самую паузу как правило это хорошо то есть иначе он не будет это спрашивать но это касается только ставок которые видим наверное потому что иногда там когда стоит куча человек двинул сколько там он поставил сколько мне надо нужно различать эти ситуации есть еще одна ситуация я сделал какую-то ставку а партнер мой рассматривает скалировать или нет и я вдруг ну как бы ну я готов забрать зачем тебе это надо мне такая хорошая вот это тоже обман это слабость но это неэтично может быть даже ну некоторые так себя ведут ну не обязательно его трогать или сгребать или валить вот так как у меня нечаянно получилось но любое вот любое такое направление что да я уже заберу зачем нам это битва там мы свои все тут вот это слабость дальше это не совсем уже как бы язык телодвижений это просто общее размышление если вышла слабая карта ну партнер часто бывает переключается вот он например на флопе калировал лежит какой-то опасный флоп такой что-то на стрит что-то на флеш какие-то средние карты мы делали ставку он чек мы сделали ставку он пол а потом вышел какой-то совершеннейший бланк двойка другой масти не относящийся к делу и вдруг он переключился и сам сделал ставку вот то есть вот это уже как бы не блеф скорее потому что блеф это как правило когда выходит угрожающая карта или туз там страшилка для пары или какая-то флешевая стритовая карта вот и тогда он ходит и это может быть блефом то есть это не обязательно блеф но может быть блефом потому что многие так играют вот он собирает например стрит но он также рассматривает возможности блефа если выйдет флешевая карта если лежит и стрит и флеш потому что атаковал скорее всего человек на паре да или поймал совпадение на столе и получилась пара поэтому если вышел совершеннейший бланк то это чаще хорошая карта если он вдруг переключился и начал ходить на плохой потом например человек действительно повторно смотрит карту играли-играли вдруг он раз опять смотрит ну есть поговорка хорошую карту два раза не смотрят то есть вероятно он там проверяет что за кикер там нет ли у него какого-то случайного совпадения там с кикером там не пришло ли ну то есть это какая-то неуверенность потом корой изумительно исполняет как он спит за покерным столом ну я сижу я говорю смотрю вот так вот видите там все видно поэтому я говорит я успеваю посмотреть свои карты что придет на флоп вот но я ловлю телы ловлю сижу и просто буквально осматриваю своих оппонентов при этом конечно же я не смотрю на них вытрашившись потому что они все будут подозревать меня в том что я пытаюсь их читать я понимаю в онлайне это частенько бывает но если реально в оффлайне уснет человек ну бывают такие что их водой поливают ничего с ними не разбудешь и все бывает что что тогда делают ну пусть спит не надо его будить пусть дайте человеку ну а если он допустим там чип-лидер ну дайте же человеку хоть немного поспать не успеем огромное еще кучу тем например кто-нибудь видел книжку Алан Пис язык телодвижения очень рекомендую найти почитать взять библиотеки скачать в интернете Алан Пис язык телодвижения переводная книжка там не про покер там просто в жизни как распознать это очень важно бывает и в бизнесе и в обычной жизни вы же хотите знать когда вам врут или не врут вот есть масса невербальных всяких жестов которые обозначают отношение человека к реальности ну например когда я говорю что-то прикрываю рот это подсознательный жест который ну я как бы закрываю поток лжи то есть если я отвечаю на какой-то вопрос и делаю вот такие прикосновения к носу к рту там губам это я закрываю рот это то что я говорю ну как бы не обязательно прямая ложь но какое-то уклонение от искреннего ответа то есть как правило это вот я прикрываюсь вот потом есть например общеизвестные признаки спокойствия вот сидит человек там не знаю курит сигарету во время игры и там не знаю поставили там какую-то большую ставку оппонент думает первое он откинулся назад второе он впустил дым вверх это он в теплой ванне он уже расслабился это он уже практически выиграл только вопрос заплатите вы еще что-нибудь или не заплатите вот когда он отдыхает уже это у него все хорошо если он он может дышать как-то это но не вверх он пускает этот дым он наоборот нервничает пережевывает эту сигарету из угла в угол как волк ну погоди гоняет вот это некая нервозность вот она может говорить как о том и как так и о другом но общеизвестные признаки спокойствия это откинулся на стуле и пустил вот это все хорошо это замечательно вот и обычно еще реальность противоположна тому что стремится показать игрок если он стремится показать что-нибудь такое страшное готовит стек или ну то есть в фокере то что он вот попытаетесь понять видно же случайно он это делает или специально вот то что он делает как правило противоположно истинным намерениям вот и есть еще один момент когда мы говорили о трясающихся руках вот бывает такая ситуация что у реального человека задрожали руки то есть ну или главный столк антиопасная карта ну не знаю третий червы и у него прямо вот как правило он просто не может справиться с собой это не напускное это реально стрит флеш или что-то такое это не просто флеш он действительно заволновался и руки затряслись у него непроизвольно и он не смог этого унять вот этого надо бояться потом есть например вы можете заметить попытку предотвратить ставку ну например вы раздумываете сделать ставку или не сделать ну первоначально еще вот никто ничего и вы допустим размышляете сколько 150 а там следующий уже вроде тоже смотрит сколько вы ставите и столько же пытается отмерять как бы показывает что он сейчас будет калировать скорее всего не будет калировать то есть это он вы смотрите он будет ставить вы же ставите думаете я могу сразу он не хочет что вы ставили да то есть если он сидит себе там ну не знаю с отрешенным видом увидел флоп и ему не интересно то можете сберечь ставку скорее всего у него уже все хорошо потом например он делает такой чек с нажимом я чек как правило ничего нету то есть такой вот чек что вроде как неизвестно то есть пока чек скорее всего может что-то быть чек с нажимом вряд ли ранее касание фишек слабый дыхание сбилось попытка отдышаться купил что-то страшное попытка справиться с волнением вот есть еще один важный момент он бывает не так часто но тоже заслуживает того чтобы обращать на это внимание человек имеет какого-то болельщика там подружку какую-нибудь которая ну иногда сидит возле него иногда может быть отходит подходит вот и он что-то разыгрывает и он ей вроде показывает смотри вот мы на чем играем плохую карту или блеф человек не может показывать постороннего он говорит видишь мы на куфле не заходим у нас хорошее там ну да там что-нибудь потому что если он блефует или уж совсем вот например Виталик заходит на 5-3 ну и не встал пока она потом скажет зачем ты на 5-3 еще лын ставишь кроме того она же может выдать у нее то точно нету вот этого покерфейса там поэтому если стоит рядом с человеком подружка лучше смотреть на нее то есть а на ней все написано то что а сам факт что он кому-то показывает карты говорит о том что у него что-то есть ну там старшая пара средняя пара значит что у нас осталось после подруги болельщицы партнер замер а потом сменился вот он сидит спокойно и вдруг там ну что-то такое произошло причем не важно началось движение или прекратилось вот он сидел барабанил вдруг перестал или вдруг сидел-сидел и вдруг забарабанил любая вот такая смена поведения это слабость ну и волнение и по этому поводу у меня был даже такой интересный случай я ввел занятия в школе покера живьем и показывал на большой мониторе этот фильм Майка Каро и синхронно переводил поскольку он на английском и ко мне пришел сын что-то не знаю принес или там на минутку и он ждал просто пока я договорю там до конца эпизода чтобы сделать паузу и подойти к нему и он как раз остановился на том эпизоде что вот этот сменился эта слабость ну то есть сначала сидел замерз замерз а потом вдруг раз и неожиданно пошевелился ну к примеру большая ставка на ривере человек двинул вы сидите думаете и потом пытаетесь посчитать сколько у вас останется в этот момент человек дернулся слабость его ваше намерение сделать кол ну как-то напугали что вы думаете он стоял возле меня две минуты на следующий день рассказывает что говорит не зря вчера приезжал в космос и посмотрел этот эпизод я думаю Кострицын не даст соврать потому что он второй участник этого эпизода Саша говорит играя в короне с Кострицыным Кострицын рельс до флопа я кол на флопе там какое-то среднее совпадение какой-то там ранний ранний стрит ну типа валет 10 открылась там дама валет маленькая Кострицын банк я кол падает бланк Кострицын опять банк я опять кол на ривере ставка 7 тысяч долларов то есть ну не хочется мне коллировать на средней паре я почти уже был готов выкинуть но что-то вдруг вспомнил этот эпизод из коро и говорит дай-ка я проверю старика коро и начал считать фишки а сам следить за Кострицыным вот и Сашка дернулся что-то такое на стуле ну пошевелился слегка как бы сменил позу давай-ка проверю может он и не врет этот коро кол 7 тысяч ну и показал этого валета там туз король без совпадений что говорит услышал как ты мог коллировать да на среднем совпадении да ты будешь пустой вот а я про себя подумал что надо смотреть правильные фильмы то есть так что а если ну не все надо принимать на веру но я думаю дополнительная пища для размышлений никогда не помешает вот еще один есть такой маленький момент человек ну кидает там фишки ни о чем не говорит ну кинул и кинул а вот допустим делает вот такими стопочками аккуратненько все посчитал тысячу и вот очень ровненько вот такую поставил как правило он считает что эти фишки останутся его и вернутся их не надо будет заново собирать и складировать то есть аккуратная ставка означает сильную руку вот подвинулся за черту это ну хорош потому что вот так вот это уже какое-то устрашение отвлеченный взгляд и опасно и готовность спасовать это что-то там страшная сила я помню мы как-то разбирали тоже в короне этот эпизод с Давидом менеджером покерного клуба ситуация мы играли там в какую-то амаху я получил на флопе стрит атаковал в этой сдаче Давид ставил какой-то рейс и ему пришел сет на флопе у меня был маленький стрельф и у него сет какой-то тузовый сет еще по-моему четыре флеш там ну что-то такое неплохое короче я ставлю полный банк и Давид думает над ходом а третий человек он как бы так вот мнется с ноги на ногу ну как бы уже сильно хочет в туалет и держит свои карты вот так вот и ждет потому что ему нельзя убежать раньше он должен в свою очередь сделать пас и он уже говорит ну давай уже скорее там такое буквально вот ему не имется он уже скрызив ноги сильно сжимает Давид говорит ну там кол там сколько-то тысячи полторы там плюс банк то есть у него это было специальное напускное то есть торопливая готовность убежать куда-то это было все напускное и специально ну я-то тоже тут не растерялся вот я еще разочек переставил мы с ним поделили но Давид там эти полторы тысячи заплатил то есть хотя он должен был оценить и понять опасность своей позиции что если у кого-то еще есть стрит то ему могут просто сделать эту покупку слишком дорогой свои там повторы покупать или флеши ну просто может быть за весь стек придется вот я уже честно говоря даже не помню может быть он даже и оказался вовлеченным может быть он потом уже калировал или лишился стек но факт что он проиграл и этот случай запомнил я уже его забыл он мне недавно напомнил в гольф-клубе вот то есть вы пытаетесь всегда понять что он хочет вам внушить подозревайте противоположное то есть не очень хорошо это говорить своим студентам мне кажется что по жизни лучше надо верить людям но только не за покерным столом то есть покер такая игра ну как бы соревнования вот в изобретательности а как вот если чувствуешь что пришла хорошая карта и потенциально подозреваешь что не можешь с собой совладать как это тренировать вот это спокойствие можно каким-то развивать потому что постоянно сидеть с каменным лицом это тоже не очень эффективно ну почему на мой взгляд именно это и есть покерфейс вот некая невозмутимость ты всегда делаешь ставки примерно в одинаковом темпе с одинаковым выражением лица и я думаю что у профессионалов этому даже не надо учиться вот я например совершенно не переживаю там купил я этот стрит не купил я же играю это по фундаментальной теории покера ну пришло или не пришло это неважно я считаю те доллары скланские которые я заработал в своем от ожидания поэтому ну что я буду сейчас подскакивать и там нервничать цельный игрок наверное даже не думает о том как он сейчас сыграет он просто ставит себе как ему понравилось ему нет разницы какая у него карта или блефует или не блефует все равно равные ставки делает даже не думает какую он ставку равную или просто поставить специально бросить фишки как получилось так и сыграл да пусть они ищут свои там какие-нибудь стелсы а у меня стелсов нет я просто играю по карте да и все по карте по секвенции заявок на самом деле я хочу сказать что если вот собрать всех экспертов там не знаю по мимике по блефу а против них будет играть просто сильный игрок который будет выверять только про математики свои действия а вот про вот эти все ужимки и прыжки даже не думать там у кого уши шевелятся у кого глаз там дергается у кого руки вспотели или задрожали я думаю у них нет шансов против сильного игрока который просто анализирует последовательность ставок эти все вещи имеют значение во-первых как дополнительные вещи а во-вторых в каком-то таком легком кругу непрофессионалу где-то на отдыхе в покерном клубе вы всегда сможете понять нечто дополнительное ну и сэкономить пару ставочек в начале или в конце игры конечно это не должно заслонять то есть фундаментальная теорема покера важнее чем весь язык телодвижения вместе так на мой взгляд некоторые люди считают что если он умеет по лицу прочитать хотя я думаю часто ну не знаю по мне например там люди говорят что мне все время там если я выиграю настолько спокойный вид что хочется сразу уйти ну на самом деле о чем мне там особо я сижу я изначально то есть я дым выдыхаю вверх когда еще только сел за стол понимаешь даже еще в карте ну да просто часто я много курю а если курить дом на партнеров то мне неудобно то есть а я дышу вверх а им все время кажется я хороший не знаю нарочно это не нарочно но там на ситуации 5-3 когда вы бросили 500 фишку мы играли на кэш вы очень пристально на меня смотрели очень было интересно что я сделал я и решил калировать вот может быть вы уже ну я думаю я не думаю что это сигнал я думаю это скорее это был сигнал для меня я не думаю что вы его показали скорее я его увидел нет я-то ничего не делал преднамеренно я к тому что если бы мы перед этим проходили эту тему язык телодвижения вы бы могли гордиться тем что вы прочитали я не верю Пизу он сейлс у него совершенно другие книги он пишет книги как курить бросить я не думаю что он помогает мировому здравоохранению в этом то есть этот язык телодвижения он работает когда человек на что-то отвлечен когда человек сконцентрирован малоэффективен ну как бы ну это мое мнение лично может быть на самом деле ничего нету однозначно в этом мире ну что-то есть он во многом очень прав это правда если вам когда-нибудь хоть один из этих телсов когда-то поможет я буду считать что вы не зря посетили эту школу а следующий наш урок будет незнакомая вам всем игра Амаха она является одной из трех разновидностей покера которая в России признана видом спорта видом спорта признан техасский холдом Амаха и семикард то есть это те игры по которым мы проводим чемпионаты России и я думаю ну хотя бы поверхностного знакомства с этой Амахой нам не избежать на самом деле интересная игра давайте попрощаемся до следующей встречи за столом спасибо спасибо